Защититься мы можем, обеспечивая себе работу или показатели мукозального иммунитета или иммунитета слизистых. Это полностью, насколько у вас готовность есть резервная система кроветворения. Если у вас достаточное количество лейкоцитов, это клеток-защитников, если у вас достаточное количество лимфоцитов, а эти работы и показатели этих клеток зависят от тех витаминов, которые вы получаете с пищевыми продуктами или дополнительно, работа резервных возможностей так называемых защитных антител класса иммуноглобулина, защищающие слизистые, зависит от показателей микробиоты. Это очень важно. Показатели микробиоты, которые находятся на наших слизистых, зависят очень многие резервные возможности нашего врожденного иммунитета. В этой же слизи у нас в носоглотке, в желудочно-кишечном тракте, в дыхательной системе растворены много белков-антибиотиков микробиоты и белков так называемых защитных, которые продуцируются иммунокомпетентными клетками. Вот о них мы можем заботиться постоянно, повышая эти резервные возможности, тем более в условиях той Сибири, в которых мы с вами живем. Если вирусная инфекция уже началась и вирус проник в вашей клетке, то разговор идет о включении адаптивного иммунного ответа. И здесь самым серьезным является только назначение противовирусного препарата, который может разрушить, разрезать сам вирус. И контроль иммунной системы. Именно контроль адекватности иммунной системы, ее в этот период, когда очень высокая температура, уже по большому счету трогать нельзя. Она может переактивироваться, и поэтому применение иммуномодуляторов или иммуноактиваторов, иммуностимуляторов недопустимо. И вы, если видите, то рекомендуется только бета-интерфероны, так называемые интерфероны, которые контролируют регуляцию иммунного ответа. Очень любопытно, очень адекватно. Все остальные как раз сейчас рекомендованы, так называемые, когда инфекция разыгралась, специфические иммунодепрессанты против различных цитокинов. Вы знаете, самые важные и простые советы, они всегда были с нами, когда мы с вами родились. На самом деле все очень просто. Проветривание – это правильная температура, это увлажнение слизистых, это недопускание, чтобы слизистые высыхали, это контроль приема сосудосуживающих препаратов, отсутствие токсических факторов, запахов токсических продуктов, включая никотин и так далее. Мы должны нежно очень относиться к нашей эпителиальной выстилке, то есть всех слизистых, и в том числе и коже в том числе, плюс к той микробиоте, которую я покрываю, плюс ко всем ресничкам, которые двигаются и очищают механически для нас весь поверхностный слой. Для того, чтобы регулировать проницаемость слизистых для всех вирусов и патогенных бактерий для всех токсинов, в конечном итоге тяжелых металлов, пыльцы и так далее. Поэтому самые простые способы контроля, они нам известны. Увлажнение, воздух, это достаточное количество правильных продуктов питания, микроэлементов, это, конечно же, витаминов, это, конечно же, пребиотиков, которые заботятся о восполнении нашего микробиома. Пребиотиков, именно не пробиотиков, а пребиотиков. С точки зрения вакцины, понятно, что это очень серьезный и интересный вопрос. С одной стороны, создание вакцин реально, и одна из моих приятельниц, знаменитая, ну не знаменитая, а иммунолог американский, уже мне доложила, она работает в Институте вирусологии, как раз о состоянии той МРНК-вакцины, которая сейчас испытывается в Америке. Вакцин порядка шести в России, вы знаете о них каждый, об этом, и средств массовой информации. Просто сама технология создания вакцин должна перейти, а совершенно в новые технологии, это раз, вы же видите, что, вернее, можно сделать вывод, что вакцины от ВИЧ до сих пор у нас с вами нет. Есть некие трудности по созданию нового поколения вакцин. Второй момент, то, что касается COVID-19, конечно, всем миром мы бросились сейчас, и финансирование неограниченное. Поэтому на простые вопросы, а чего не было вакцин для SARS, да, первого, и для MERS, ну потому что инфекция пришла, инфекция ушла, и финансированием ученым отказали. Поэтому создание вакцины, да, дальше очень важно узнать, на какую же антигену-детерминанту или на какой основной из белков должно, у нас больше всего синтезируется антител, это раз. То есть антител памяти. Какая память будет более длительная, то есть какой вот из этих антигену-детерминант. Более того, все вакцины должны пройти свою, конечно же, исследованную антигенность. То есть сколько антигена нужно, чтобы вызвать только защитный иммунный ответ и никак не токсичный. Второе, насколько вакцина будет иметь последствия, допустим, побочных эффектов, тоже нужно ответить вопрос. Поэтому время необходимо для формирования иммунитета все равно, с точки зрения генетического детерминирования, необходимо 28 дней. То есть как бы мы ни хотели, любой иммунный ответ длится у нас 4 недели. Поэтому вакцина, через 4 недели мы должны только смотреть, что же случилось. Вот эти 45 добровольцев, которые сейчас американцы, это, пожалуй, первая популяция людей, которые вот вакцинировали новым видом вакцины. Мы посмотрим, какой иммунитет они сформировали. Конечно, лучше всего мы должны говорить о популяционном иммунитете, естественном, который мы с вами получим. Ну а второй уже вакцинальный, который понадобится нам или нет, тоже еще, понимаете, не факт. Специалист в области иммунологии могу сказать, такая вакцина реально создаваемая. То есть ее вот математически, логически можно создать, собрать. А дальше, насколько она будет, так скажем, эффективна для человечества, это вопрос.